МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Игнатьев приехал в Мурманск впервые. В состав чувашской делегации вошли и члены правительства. Мурманск – самая крайняя точка страны. Этот город называют северными воротами России. Выход Баренцева моря находится за моей спиной. Память погибших моряков в Мурманске чтят. В городе установили рубку той самой подводной лодки «Курск». Затонувший корабль базировался на северном флоте. К этой стеле всегда приносят живые цветы. В порту столицы региона на вечной стоянке расположен и первый советский атомный ледокол имени Ленина. К нему выстраиваются целые очереди туристов. Мурманская область знаменита на всю страну и своими праздниками. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Праздник севера не прерывался на протяжении 83-х лет. По-другому его называют Олимпиадой за полярным кругом. Она будет длиться на протяжении недели. За награды рассчитывают побороться и чувашские спортсмены. Каждый год в самой северной Олимпиаде России принимают участие представители более чем 70 регионов и зарубежных стран. На пьедестал почета не раз поднимались и чувашские спортсмены. Свой след в Мурманске оставят и творческие коллективы республики. Они прилетели за полярный круг, чтобы дать большой концерт землякам и военным. В зале областной филармонии в этот день негде было яблоку упасть. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ансамбль ярды, группа Дуняша Стайл и артист чувашской эстрады Валерий Климентев исполнили свои лучшие песни. Концерт длился более двух часов. В благодарность гостям вручили цветы от губернатора области. АПЛОДИСМЕНТЫ Услышать, как звучат чувашские песни, пришли не только земляки, но и жители Мурманска. Очень ярко выступали девушки, яркие костюмы у них были, очень хорошо понравилось. И в принципе, тут даже не надо, я думаю, понимать, все, они передали своими эмоциями, все. Было очень хорошо, здорово, нам понравилось. Мне очень запомнилось вот августа. Настолько она молодец, настолько она умничка. И, знаете, как, очень много слова даже понятно, о чем поется. Душа человека, понимаете, когда поет, очень прям импонирует хорошо. Спасибо вам большое, что приехали к нам. Вообще о чувашской культуре в Мурманске знают не понаслышке, благодаря солистам этого ансамбля. Все солисты ансамбля Агаду и уроженцы республики, и хотя многие из них переехали в Мурманскую область более 10 лет назад, связь с Малой Родиной никто не теряет. Для земляков, проживающих за полярным кругом, они проводят национальные праздники и фестивали. Песни поем чувашский язык, не забываем. Мы Масленицу встречаем, День солнца у нас бывает, Тройца бывает, да. Что еще мы? Ну, все праздники мы здесь отмечаем. Солисты ансамбля за полярным кругом завоевали большую популярность. Они гастролируют с концертами по всей области, не раз выступали для экипажей военных кораблей. Говорят, что чувашские песни никого не оставляют равнодушными. Чувашские танцы у нас очень красивые, душевные. Нас чувашей увидят здесь, русские наши, в Мурманской области, в Мурманчане. Сразу наш костюм их сманивает, спрашивает, откуда вы. Мы тоже хотим с вами вместе петь песни. Уроженцев республики в Мурманской области объединяет вместе культурная автономия Чувашский край. Она была образована более 20 лет назад. Для того, чтобы встречаться с земляками в столице региона, открыли гостевой дом. Работая и живя здесь, мы всегда общаемся с нашими земляками. Как ни странно, мы их находим. Ну и потом начинаем дружить, уже не расстаемся. Поэтому вот как-то так получилось, что чем дольше здесь проживешь, тем дольше друзей. У меня была такая возможность организовать такой маленький деревенский клуб. И люди, которые, ну независимо от того, выходцы с Чувашей, друзья мои, товарищи, приходят сюда как себе домой. Познакомился с руководителем местного сообщества Чувашского в 2014 году, находясь в отпуске в городе Цивильск. Совершенно случайно познакомились. С тех пор продолжаем общаться, поддерживать дружеские отношения, встречаемся периодически на подобных мероприятиях. Всегда есть общие интересы, о чем поговорить. И очень весело и приятно проводим время друг с другом. Всегда поддерживаем и помогаем. Среди уроженцев республики немало военных. Анатолий Абросимов – старший мичман в отставке. В Мурманской области он живет более 20 лет. На малую родину удается приезжать только по отпускам. Поэтому старается чаще встречаться с земляками за полярным кругом. Вот с Чувашами, подполковник, МЧС. Всегда встретились тоже в полярном случайно, познакомились. Всегда приятно с земляками встречаться. Другой уроженец республики Алексей Порфирьев на протяжении многих лет руководит специализированной пожарной частью города Североморск. Как только служба началась, конечно, было очень грустно. Скучал, грустил по родным краям. Земляков было мало. В первом гарнизоне, где я проходил службу, первый гарнизон был мой город Островной, Мурманской области. Туда даже автомобильных дорог нету и железных дорог. Только по воздуху можно добраться туда или теплоходом. Ну, тут уже встретился с нашими земляками. В интернете нашел Чувашское культурное общество, Чувашский край, который возглавляет Гаврилов Валерий Анатольевич с Осипом Валерием Петровичем. Нас они всех постоянно собирают, объединяют. А руками самого старейшего члена общества Чувашский край в Мурманске создано десятки памятников. Александр Арсентьев – известный областной художник и скульптор. Скульптурой давно занимаюсь. Такие вот основные работы – это вот «Долина славы», «Скорбящая мать», «Подные стелы», «Мурманские», «Памятник Пикулю» в Рябиновой аллее, «Аллея писателей». В последнее время были открыты ряд мемориальных досок защитников Заполярья с брельефами. Бабикову, Щербакову, генералу, командующему 400 армии. В правительстве Мурманской области говорят, что Чувашская автономия в регионе пользуется большим авторитетом. Сейчас здесь проживают более 4 тысяч уроженцев республики. Власти обоих субъектов заинтересованы в расширении партнерства. Только в прошлом году товарооборот составил 60 миллионов рублей, и он будет увеличиваться. Для Чувашской республики это 43-е по счету соглашение о партнерстве с регионами страны. В этом документе прописаны конкретные задачи и планы. Сейчас в Мурманске особенно нуждаются в современной электротехнике. В области продолжается модернизация тепловых сетей. Разработки чебоксарских заводов необходимы для строительства инновационных энергообъектов. Сегодня на 80% это мазут привозной. Это все очень дорого, и мы сейчас активно работаем с инвесторами с тем, чтобы через традиционные соглашения модернизировать наше хозяйство. Наша вообще голубая мечта – это, поскольку у нас избыток электроэнергии, то постепенно там, где возможно, переводить все на электрическое тепло. Бизнесменов республики пригласили посетить международную деловую неделю. Она состоится в Мурманске в ноябре этого года. Но делегация области в Чебоксары может приехать уже летом на ежегодный фестиваль «Родники России». С гастролями в самую крайнюю точку страны намерены отправиться и артисты Чувашского театра оперы и балета. Культурные связи регионов будут расширяться. Мы, когда развиваем наши межоригинальные связи, мы становимся еще сильнее. И Россия становится еще сильнее. Это самые главные, ключевые вещи, когда органы власти понимают друг друга, ездят друг к другу и создают для всех самые лучшие благоприятные условия. После деловых переговоров Чувашская делегация отправилась в город Полярный. Именно здесь базируется Северный флот страны. Эти подводные лодки недавно вернулись с боевой вахты. Всем субмаринам присвоены имена в честь городов. Сейчас морские просторы бороздят Липецк, Калуга и Владикавказ. Товарищ командующий Кольского флотилия Разнородных сил Северного флота, подводная лодка Владикавказ, смотр готова. Командир подводной лодки, капитан третьего ранга Попов. Экскурсии на подводные лодки подобного типа проводят только по особым случаям. Главе республики предложили спуститься в отсеки, чтобы показать все возможности субмарины. Это дизельный отсек. Здесь только находится водитель. Эта субмарина предназначена для сражения с кораблями противников и охраны военно-морских баз. Недавно на подводной лодке провели капитальный ремонт. Ее боевые качества были улучшены. Уже на суше глава республики возложил цветы к памятникам моряков, погибших при исполнении воинского долга. Мы вспоминаем моряков военно-морского фута Российской Федерации, которые посетили свою жизнь по служению и на подводных. Это люди особенно судьбы. Полярный кажется, что обычный город, но попасть сюда можно только по пропускам. Закрытый режим в муниципалитете действует не случайно. Именно здесь базируется Кольская флотилия. Девять лет назад Полярному присвоили почетный статус города воинской славы. В память об этом событии в муниципалитете установили вот такую стелу. Большая часть населения закрытого города – военные моряки. Чувашская делегация приехала в Полярный накануне Дня подводника. Этот праздник в самом крайнем регионе страны отмечают и уроженцы республики. Командир, что это участие? Командир боевой участия в радиотехнической связи МПК Манчегорск, гвардейный капитан 3-го ранка Наташева. Более 100 юношей из Чувашии сейчас служат на авианосце адмирал Кузнецов. В состав Северного флота входит и базовый тральчик Ядрин. Он назван в честь города-республики. Администрация муниципалитета на протяжении 16 лет шепствует над кораблем. Большое спасибо товарищам, вашим землякам республики, которые в Мурманской области проживают у нас. Мы с ними много достаточно контактируем. Они нам помощь оказывают, дают интересные концерты, советы иногда, когда нам это требуется. В свое время, только благодаря таким шерстким связям, флот выжил. И сегодня мы вместе с вами радуемся тем, как наши военные выполняют успешно свои функции. Базовый тральчик выполняет задачи по охране морских рубежей и поиску мин. Ядрин не раз принимал участие в боевых походах. В составе его экипажа по контракту служат и уроженцы республики. Сергей Тимофеев – главный корабельный старшина. Для него служба на базовом тральчике – почетная миссия, ведь он родился в городе Ядрин. Призвался на срочную службу и, прослужив два года, понял, что это мое, что это мне нравится. Заключил контракт, служу здесь 12 лет. В городе служу на корабле, который называется в честь моего города. По контракту в составе тральчика Ядрин служит и уроженец Батревского района Александр Колосов. Служил третий год, самый младший, старший товарищ, земляки помогают. Сергей в первую очередь помог мне там, освоится. Также служба идет хорошо. Выполняем различные задачи, важные. Уроженцы республики на Северном флоте занимают и высокие посты. Андрей Максимов – капитан третьего ранга. Сейчас он служит в штабе управления Кольской флотилии. Служу уже 14 лет, прохожу службу. Служится хорошо, нормально, без проблем. Земляков много. Моряки признаются, что визит главы республики в город Полярный – событие знаковое. Связь с малой родиной для них не пустые слова. Делегация республики привезла землякам и видеоприветы от близких. Увидев вдали от дома родных людей, даже бравые моряки едва сдержали слезы. Каждый день, каждый раз все ждем тебя, когда весточки, тогда позвонишь, когда что-то передаешь, новое. Что уж, ваш толк уж служить родине, ничего не скажешь. Такой же ты уж выбрал свою профессию, такую уж служи. Мы желаем тебе здоровья и вашему коллективу, и вашим командирам. Всего хорошего. Командируем за то, что тебе на утиле, на корабле такой хорошей специальности. И желаем крепкого здоровья, чтобы вы случились все так же хорошо. Как у нас говорят чуваши, ну и визит так уж. Нет служивший – это уже не парень. Так же все мы мужики. Дай Бог тебе здоровья во всем. И самое главное – возвращаться живым и здоровым. В пользу и случаях я хочу поздравить своего сына Сережу с днем рождения. Он родился 14 марта. Пожелать крепкого здоровья, счастья, удачи во всем. Сережа, нам тебя очень не хватает, но ты служи верно, достойно отчизне. Мы тебя всегда ждем дома. Только в прошлом году на Северный флот из Чувашии было призвано более 70 юношей. Командиры Кольской флотилии говорят, что уроженцы республики служат достойно. Тут очень ценят выходцев в Чувашии, потому что, ну, как офицеры говорят, наши ребята не предают. Самое главное, самое качество такое ценное – это когда человек знает, что вот, есть он, за тебя отвечает, несет полную ответственность. Конечно, и командиром спокойнее. Для нас город Полярный, можно сказать, как себе домой ездим. Нас там знают, все время ждут, приглашают, любой праздник. По кораблям мы ездим, вот, овенесущий крейсер Кузнецов, Петр Великий, там очень много наших друзей, наших земляков. Нас, в принципе, все знают. Кубернатор, вот фотографии вы видели, наверное, кубернатор с нами тоже встречается. На их примерах намерены воспитывать и кадетов. В Полярном они будут проходить стажировку. С командующими Кольской флотилии Михаил Игнатьев договорился о реализации совместных программ по патриотическому воспитанию молодежи. Вообще, визит главы региона в Мурманскую область земляки называют историческим. Уроженцы Чувашии говорят, что такая поддержка для них имеет огромное значение. Такое большое внимание, конечно, для нас очень позитивно, для службы напряженно как бы влияет. Ну, очень радостный момент, такие встречи с своими земляками, тем более на таком высоком уровне. Для всего нашего населения, выходцев с нашей родины, маленькой Чувашии, уважение не просто к нам, это вообще, во-первых, к Северному флоту, и это поддержка наших солдат, которые охотятся, служат на Северном флоте. Это моральная поддержка, знают руководители, да, руководители беспокоятся за своих сыновей, это вообще замечательная вещь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова